всем привет мои хорошие рада приветствовать вас на моем канале сегодня второй день недели влогов 1 декабря время пол 11 меня сегодня последний день вождения поэтому я готовлю сейчас сделала легенький совсем легенький макияж кстати при помощи вот этой палетки которую я интенсивно пеню здесь по большому счету у меня осталось всего два оттенка так все остальное закончилось и эта палеточка пойдет пустые баночки я уже освободила нашу любимую коробочку и теперь опять будем собирать пустые баночки в течение года декоративной косметики кто не в курсе все что заканчивается с декоративной косметики я собираю в эту коробку а потом раз в год снимаю для вас пустые баночки у меня уже за этот год успела закончится вот этот тушь от essence хотя я прям недавно снимала пустые баночки декоративки вот эта тушь у меня где-то заканчивается раз в два месяца, и это у нас уже пустая баночка. И еще у меня закончился вот этот бальзам для губ от Makeup Revolution. Правда, крышка у меня потерялась, но, несмотря на это, я все равно хочу отправить ее в пустые баночки. В отчете вам обязательно покажу и расскажу подробно. Уже два средства у нас есть, и в следующем году, дай бог, в 2023 осенью я вам сниму видео пустые баночки декоративной косметики. Если вы тоже обожаете пенить косметику, то отпишитесь, пожалуйста, в комментариях. Вот эти румяна тоже никак не могу закончить. Уже где-то год, наверное, пользуюсь ими. Прогресса почти не видно, хотя каждый день всегда делаю с ними макияж, всегда использую, но заканчиваются они очень медленно. Опубликовала видео. Если вы думаете, что я не читаю комментарии, то вы сильно ошибаетесь. Вот здесь девушка Айсун написала. Айсун, тебе огромный привет! Давай, если ты сможешь снять неделю влогов, то потом снимешь месяц влогов. Кстати, хорошая идея. Я не знаю, хватит ли меня вообще на неделю. Посмотрим, как мне будет удаваться снимать. Уже собираюсь на вождение. Хотела взять с собой эту сумку, которую купила совершенно недавно. И вы знаете, я настолько недовольна этой сумкой. Она вообще не вместительная, хотя не маленькая. Но здесь ничего не помещается. А если даже помещается, когда ты вытаскиваешь что-то одно, все выпаливается из сумки. Поэтому я, пожалуй, возьму вот эту сумку. Она у меня и в пир, и в мир. Постоянно я хожу с этой сумкой, потому что она невероятно вместительная. Здесь три отделения. Например, здесь я могу положить ключи, чтобы они не царапали мой фотоаппарат и телефон. Здесь что-то более ценное. И здесь еще одно отделение. В общем, этой сумкой я довольна просто на все 100%. И сегодня, пожалуй, возьму ее. Так как это последний урок, я хочу немножко подснять, и поэтому возьму микрофон. Жвачка обязательно. Блеск для губ от Golden Rose. Я вроде недавно его покупала. Посмотрите, здесь совсем чуть-чуть осталось. Он такой шариковый, очень удобный в использовании. Телефон. Ключи. Причем здесь разные. От квартиры брата, от моей квартиры. Обязательно лифтолук. На улице дождик. Первый день зимы. И льет как из ведра, прям с самого утром. А чё лифт не поехал, я не поняла. Ты чего? А чё лифт не едет? Чё-то я не поняла, чё он не едет. Прикиньте, я застряла. У меня стресс, девочки. Прикиньте, лифт закрылся и не открывался минут 10. Я уже опаздываю. Пипец как. Что с ним произошло, я не поняла. Вообще, я не боюсь оставаться в лифте. Я, кстати, ни разу не застревала. Но, несмотря на это, у меня нету страха вот такого замкнутого пространства. Но я опаздываю, люди меня ждут. Если я час просижу в лифте, это будет как-то не очень. Потому что у моего инструктора после меня другие девочки записаны. Если даже я опоздаю, например, на 15 минут, это всё вычистится из моего урока. Поэтому надо вовремя приходить. Пунктуальность. Это очень важно. И, кстати, у моего инструктора есть такой момент. Она всегда вовремя приезжает. И мне это очень нравится. Я сама тоже очень пунктуальный человек. Сегодня у нас заключительный, десятый урок. А если быть точнее, даже одиннадцатый. Один урок я брала пробный. Хотела посмотреть на педагога, понравится она мне или нет. Мне она, естественно, очень понравилась. Я сразу поняла, что это мой человек. И мы начали с элементарных вещей. Даже просто нажимать одну кнопку несколько раз. Сейчас я себя очень комфортно чувствую за рулем. Правда, не шумахер прям, но понятное дело. Но этот страх, который во мне был, я его удачно переборола. Что скажет мой учитель? Продолжение следует... Мы управляется машиной, они машину управляют. Если мы куда-то врежимся, это максимум 200 монад. Вообще, когда у нас был третий урок, я помню, и я увидела, что на улице дождик, сразу испугалась, или второй был урок, точно не помню, я звоню Ламе и говорю, что нет, я не приеду на улице дождик, она сказала, окей, а сейчас я понимаю, что дождик, град, снег, ты, например, должна ехать на работу, вот что делать, сказать, что я не могу водить просто потому, что я не умею или я боюсь в дождик, а сейчас спокойно себя чувствую, но вы понимаете, ну, в такую погоду вообще классно ехать за рулем, еще бы музыку какую-то вообще было бы красотой, именно в такую погоду, ну что, следующий этап, это поиски моей красавицы, нужно найти и купить для себя машину, эта машина небольших размеров, поэтому ее водить не настолько сложно, мне еще предстоит привыкнуть к габаритам моего автомобиля, хотя все вокруг меня уговаривают купить небольшую машину, мне хочется большую, красивую, ту, которая мне будет нравиться на все сто процентов, кстати, это была одна из целей на 2022 год, перебороть страх и начать водить машину, а вообще целей на 2022 год было очень много, но, к сожалению, большинство из них не удалось достичь, вообще этот год для меня был просто ужасный, он мне объяснил, что ничего в жизни вечного нету и смерть бабушки тоже, конечно, очень сильно подкосила меня, но я надеюсь, что 2023 год будет значительно лучше, чем этот, вообще не в тему это все сказал, но да ладно. Ну все, урок наш завершен, мы приехали к следующей девочке, и это, кстати, очень удобно, что инструктор приезжает близко к твоему дому, и сейчас девушка сядет за руль, и они уже вместе отвезут меня домой. Так как сегодня мы еще и снимали, и я время от времени еще смотрела на камеру, поэтому было немножко сложно, я очень боялась куда-то врезаться, но все прошло отлично, даже я стала еще увереннее в себе. Мне кажется, вообще в вождении самый главный опыт, надо много водить, и тогда у вас точно все получится. Как я не люблю такую погоду. Надо было сегодня надеть новую обувь, но мне удобнее водить в кроссовках, особенно в этих. В такую погоду самое то, мама тут приготовила обед. Субтитры сделал DimaTorzok Обожралась я, девочки, теперь лежим с Твиксиком. Правда, он не хочет со мной лежать? Раньше он такой ласковый был, в последнее время вообще обнаглел. Не хочешь, чтобы его тискали? Мама была на вождении, мама соскучилась по тебе. Что, тебе сложно посидеть немножко? Маленький мой. В такую погоду обожралась, и так хочется спать, девочки, это прям нечто. Притащила свет, ринглайт, и сейчас буду снимать для вас бумажную распаковку с новой коллекцией, которую еще должна была вчера заснять. Все никак, руки не дойдут. Хотя бы сейчас надо заснять. Сколько сейчас времени успею вообще сегодня выложить? Субтитры сделал DimaTorzok